у новичков бывает такое вот когда заканчивают работу в инкскейпе и потом заходят на панель экспорт и видит вот эту дичь и сразу же впадают в панику что здесь как и какое нужно использовать из этих панельчик сегодня как раз таки дабы разъяснить это я сейчас и снимаю видео бонусом я еще и вам покажу разные методы импорта первое в вашем рабочем столе вот здесь есть кнопка это кнопка импорта для этого есть горячие клавиши control и нажмем на горячие клавиши и у нас тут появляется допустим окно с разными изображениями которые вы можете использовать допустим вот это открыть можно также просто взять из такой же папки и просто перенести изображение точно также работает можно допустим если вы в интернете увидели какую-то красивую картинку да в пинтересте допустим берете правой кнопкой мыши копировать изображение в инкскейпе можете просто control в нажать а именно вставить изображение она появится именно там где ваша мышка была я допустим хочу экспортировать какое-то из этих изображений после редактирования его и у нас есть панель экспорта для этого чтобы добыть эту самую панель нужно нажать на кнопку что стоит рядом с кнопкой импорта а это именно экспорт допустим его здесь нет у вас вы можете также нажать на комбинацию горячих клавиш control shift е и вот у вас появляется вот такая вот панель здесь в панели есть две вкладки основных это single image и патч экспорт single image вы можете догадаться самостоятельно это одиночные картиночки будут экспортироваться патч экспорт это буквально обратно этому это будет экспортировать несколько изображений отдельными файлами за раз тоже классная вещь если вы занимаетесь экспортом каких-то там игровых файлов еще чего-то окей допустим single image первое что стоит у нас снизу это документ будет экспортироваться все что находится внутри вашего рабочего канваса то есть вот здесь вот здесь в превьюшке можете видеть что эти что за изображение получается и представим что у вас огромное количество разных изображений и вы можете уже обратить внимание то что изображение становится нереально гром следовательно все что находится внутри вашего рабочего файла будет экспортирована как одно изображение дальше у нас идет страница страницы это вот эта вот штука прямоугольная это а4 бумага формат дабы редактировать эту штуку здесь есть инструмент нажимаете на нее и у вас здесь появляется четыре угла которые можно опять же передвигать редактировать вы также можете просто нажав на вот эту вот страницу нажать на плюсик и она будет рядом создавать такие же страницы пусть пока что здесь будет пять разных хотя не давайте три сделаем три странички кстати говоря можно менять формат страницы вот здесь есть разные бумаги разные визитки разные flyer много разных готовых пресетов можно будет использовать вот дальше на давайте нажмем на инструмент выделения теперь все что находится допустим вот в этой странице да давайте перетащим сюда и в превьюшке вы можете увидеть то что появляется в этой самой странице нужно чуть меньше сделать вот все автоматически обновляется очень удобно тоже по сути своей удобный метод экспорта но по моему не самый оптимальный самый оптимальный вот как раз таки следующее это выделение допустим у меня сейчас выделено то вот вот это вот изображение с кубом и от края до вот этого края по диагонали будет все экспортироваться допустим я ставлю вот это вот изображение посередине и выделяю куб вы можете видеть то что вот это вот изображение с машины немножко обрезается если я выделю вот эту картинку тоже получается так то что все что попадает в границы отсюда до сюда будет экспортироваться как одно единое изображение теперь я хочу добавить вот это и теперь мое изображение становится невероятно широким вот то есть вы можете создавать какие-то прямоугольники делать их прозрачными, и все, что находится в границах вот этого вот выделенного прямоугольника, будет экспортироваться как одно единое изображение. Вот это я считаю самым удобным методом экспортирования. Ладно, хватит о моих мыслях, давайте пойдем дальше. Настраиваем. Работает в основном с координатами. Допустим, вот страница, да, вот верхний угол страницы является началом координат вот этих вот. И вы можете здесь как раз-таки настроить границы определенных координат, и все, что находится в этих границах будет опять же экспортировано. Давайте добавим, ну или сделаем 400. Можете увидеть, здесь превьюшка также меняется, здесь тоже 400. Давайте сделаем. И вот у нас получается квадратиться. Квадрат начинается отсюда, идет вниз, и опять же через 400 единиц оно идет вот сюда. Окей, дальше идем. Batch Export. Выделение. У нас оно сейчас выключено, потому что мы нифига еще не выделили. Я выделил три картиночки, и три картиночки будут экспортироваться отдельно. Главное обратить внимание на то, чтобы они не пересекались, а то получится так, что вот здесь может вот это overlap происходить. Выделение мы поняли. Дальше идет у нас Layers. Layers это слои. В этой программе есть, кстати говоря, слои. Если вы не видели, вот здесь есть кнопочка для этого, горячими клавишами для этого является Ctrl-Shift-L, и у нас здесь появляется Layers. Здесь Export Layers. Давайте Layers опустим вот сюда, пока не появится вот эта вот синяя зона. Здесь можно нажать на кнопочку с плюсом, создать второй слой. Во втором слою создать какие-то фигуры. Про создание фигур можно будет отдельные ролики делать, это не особо так и важно в данный момент. Теперь вы можете обратить внимание то, что слой с изображениями вот здесь отдельно стоит, и он будет как одно единое изображение экспортироваться. Вот здесь отдельно стоит слой с фигурами будет, опять же, как отдельное изображение экспортироваться, и все это разделено по слоям. И допустим, я перетаскиваю вот это вот изображение сюда, вы можете обратить внимание на то, что в границы вот этого вот слоя входят теперь и фигурки. И дальше у нас идут странички. Нажмем на них и тут вы можете обратить внимание на то, что все, что находится в границах этих отдельных трех страниц, будет экспортировано отдельными тремя изображениями. Кстати говоря, я самое базовое это не показал. Вот здесь есть кнопка сохранения директории, то есть вы будете писать куда оно экспортируется, да. Допустим сюда. Вот это вот сейчас экспортировалось по настраиванию. Можно было по выделению сделать. Думаю, лучше было бы. Давайте выделим вот это все. Нажмем на выделение и получим шесть разных изображений. Здесь давайте поменяем директорию. Сохранить. Окей. И шесть раз вот эта вот штука меняется. И все готово. Вот здесь стоит. Ну и вот теперь вы знаете как, каким образом можно экспортировать данные из Inkscape. Если ролик вы нашли хоть немного интересным, ну или хотя бы полезным, то поддержите его лайком. Если вы хотите увидеть больше подобного контента, то напишите в комментариях и подпишитесь на мой канал. Вот после ролика с вас 10 отжиманий. До свидания. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok